Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вчера мы с вами говорили, или позавчера, я не помню, о кормилице Бузовой. Она ее продемонстрировала, так сказать, в очень такой откровенной форме. Задницу выставила, короче, голую. Кормилице Бузовой. И мы с вами рассуждали о том, что дело даже не в фотографии, которую она выставила. Дело не в том, что она потом написала, что это вроде не ее жопа, извините уж за выражение, по-другому не скажешь, о ее домработнице, но кто-то пишет, что это все-таки ее. Вопрос в том, как это влияет на, специально посмотрел, 23 миллиона 300 тысяч подписчиков, из которых основная масса это дети, подростки. А влияет это очень просто. Грань вседозволенности стирается. Подростки воспринимают это так, что можно делать все. Раз Бузово это делать, значит можно. Вы сейчас скажете, а как? А что это? Она такой вес имеет, авторитет среди подростков? Да. Может быть вы еще не знаете, но вчера она улетела в Беларусь. Она переехала в Беларусь на время. Она станет наставником, на секундочку вдумайтесь, наставником на местном X-факторе. Но если подростки скажут, если посмотрят, Бузова если сидит наставником, если кто-то ее из взрослых, что называется, людей туда посадил, значит можно брать с нее пример. А потом мы удивляемся и спрашиваем, почему у нас зар уже школьники хватаются. Почему у них, что называется, завихрение черепно-мозговой крыши происходит. Понимаете уж, извините за выражение. И так далее. А потому что Бузовщина цветет пышным цветом. Маргин Штернщина, посмотрите, что показывают по телевидению, какие ток-шоу. Вы скажете, они не смотрят телевизор. Интернет возьмите, тик-токи, всякие челленджи, конкурсы. Где доброе, где хорошее, где хотя бы подводная Одиссея, команда Кусто моя любимая. Даже ее нет. Какие-то научно-популярные программы, исторические. Ничего нет. Понимаете, в чем дело. И главное, когда спрашивают, а что вот вы критикуете, что предложить. Да я же предложил. До 16 лет сделайте бесплатным. Просто все абсолютно. Значит там фитнес-зал, бассейн, большой теннис, маленький. Иди куда хочешь, занимайся чем хочешь. Потому что когда говорят, они сидят у компьютера, так надо их заинтересовать чем-то. Вне виртуальной реальности. И они пойдут. Но если просто говорить, мы запретим, посадим, разрешим, запретим, закон туда. Подростки не работают с ними. Это дети, это многолетний труд по воспитанию детей. Это специалисты, это молодежное движение, объединенное некой идеей. Молодежи нужна идея. Куда мы идем, куда они идут. А когда они, как вот ТТТ в проруби, извините за выражение, да? Здесь непонятно, тут непонятно. Родители на работе, постпандемийное время, надо пожрать на стол поставить. Понятно, это самое главное. Без пожрать на стол вообще не о чем разговаривать. И он сам себе предоставлен. И все платное, никуда не приткнуться. Естественно возникают вопросы, что они начинают в интернете чем-то интересоваться и так далее. С девочкой знакомится, вот старший класс сейчас в основном говорят, что что-то в школе там насилие, за оружие хватаются. Вот он, нет средств, может быть еще что-то. Сделайте кинотеатр бесплатный, определенные сеансы. Два-три сеанса в день бесплатных для детей до 16. Я думаю не убудет. И это субсидирование государством. Мороженое с попкорном бесплатно до 16 лет. Пришли, вот девочку можно угостить. Понимаете, это уже будет оздоровление. Но когда, вы понимаете, когда Бузова становится наставником, и когда выпускницы Дома-2 формируют морально-нравственные идеалы молодежи в стране, и это никто не запрещает. Ну тогда у меня просто вопрос, да? Что называется, кому-то вообще это нужно или нет? Поэтому молодежью надо заниматься, детьми нужно заниматься, детей нужно заинтересовывать чем-то. И ребенок не должен оставаться один на один. Это же ужасно то, что сейчас происходит. И когда мы говорим Бузова, многие пишут действительно, что согласны. А кто-то пишет, а зачем вы о ней говорите? Так за тем, что еще раз я говорю, это мы виноваты, взрослые. Я еще раз повторюсь, 17-летний подросток мне написал, а почему вы вините Бузова, почему вы вините Моргенштейн? Это вы виноваты, он мне говорит, взрослые. Потому что вы своим молчаливым согласием дали возможность всему, что сейчас есть, быть. Поэтому 25 лет молчали, если хотите, давайте еще помолчим. Но Ильна Заголивеевых тогда будет завтра, я не знаю сколько. Понимаете? И тогда мы будем говорить, это ужас, детей лишил жизни. Я не говорю, что у него может быть там какие-то нарушения. Но вы понимаете, на психику детскую, юношескую, подростковую давит вот это состояние всеобщей агрессии. У нас сериалы или бандиты, или прокуроры. Вы просто посмотрите, что происходит. А если взять 23 миллиона 300 тысяч подписчиков, в основном подростки, вы просто вдумайтесь, они смотрят на эту Бузову, они просто готовы делать все абсолютно, повторяя за ней. И для них это норма. И пришла Кроха и спросила Кроха, а что такое хорошо, а что такое плохо. Так вот, еще раз повторюсь, сейчас чем хуже, тем лучше. Зайдите в тренды Ютуба, что делают подростки. Чем хуже поступок, тем больше просмотров таких же подростков. Чем хуже он сотворил, тем лучше, понимаете, прославился. Это же ужасно, это просто ужас какой-то. Это просто страшное, что творится. Все перевернулось вот так, с ног на голову. Поэтому Бузова, выкладывая свою кормилицу, вы понимаете, она не... мы обсуждаем не ее, это ее кормилица, пусть она ее кормит. Вопрос в другом. Вопрос в том, что она допускает возможность, как медийный человек, имеющий огромное влияние на подростков, и она должна нести дополнительную ответственность за то, что она делает. Никто никак не контролирует это. Выкладывая голый зад, она дает возможность подросткам понять, что вот эта грань хорошо-плохо, позволена-непозволена, которая всегда присутствовала, вот этот внутренний стыд, который обращает нас к совести нашей, она его стирает. И подростки понимают, что можно все. И они идут дальше. Вот что самое страшное. И после того, как она выложила свою кормилицу, она не успокоилась. Она, значит, поехала в Беларусь, в X-Factor будет наставником, вдумайтесь, в бокальном конкурсе. Это издевательство над этим конкурсом. Я не знаю, белорусы, как вы это допустили, это просто... я не знаю, кто ее пригласил туда, но подозреваю, кто мог пригласить. Омолодить конкурс. Надо же денег собрать, чтобы молодая аудитория смотрела, надо у кого-то посадить, кумиром. Кумир молодежи, выпускница Дома-2, Бузова, которая выкладывает кормилицу на всеобщее обозрение, формируя морально-нравственные ценности молодежи. Бузовы у нас и Моргенштерны формируют морально-нравственные ценности молодежи. Друзья, пока это будет происходить, мы не должны удивляться, что в школе третий классник материт учительницу и пытается совершить с ней какие-то действия. Это же ужас просто, если вы видели это видео. У меня есть ролик. Значит, люди пишут ей, когда-нибудь одета это вообще, Бузова снова оголила свою кормилицу. Подписчики связали серию горячих снимков с новостью о третьем ребенке Дмитрия Тарасова, бывшего ее мужа. То есть она мечтает о семье и так далее. У Тарасова Костенко беременная, жена, так сказать, это футболист, ее бывший муж. Вот говорят, что она вроде как там заревновала, проревновала и у нее понеслась. Вы же понимаете, какие интеллектуальные способности должны быть у девушки, если бывший муж, с которым она разошлась, счастлив в семье, третий ребенок, вместо того, чтобы понимать, осознавать, думать. Это, понимаете, животные инстинкты выложить свою кормилицу, показать, оголить себя. Понимаете, то есть это бессознательные действия, это животные инстинкты, это вообще страшно. Значит, певица, певица везде пишут, вы думаете, только певица и, безусловно, звезда. Ну, здесь кто поспорит? Звезда Бузова. Дома два. Я согласен на эту формулировку. Звезда, дома два. Буковку подправить две. Значит, да нет, не две. Ну, немножко. Значит, неважно. Ольга Бузова, который день удивляет своих подписчиков горячими снимками. Накануне она похвасталась своей попой, намекнув на то, что усиленные занятия фитнесом не прошли даром. Посмеялась над комментариями, в которых ее упрекнули за слишком откровенные фотографии. Изъявила, что в своем инстаграм будет поликовать только то, что сама хочет. Она там еще написала интересную фразу, которую прочитают подростки. Она написала, жизнь одна, кайфуй. Вот весь тренд сегодняшнего дня. Кайфуй. Понимаете? Не думая ни о чем. А они ни о чем не думают. Они кайфуют. Берутся за оружие и идут кайфовать. Только потом родители плачут, что деток нет. Когда узнала, что у Тарасова будет третий ребенок. Оль, ты вообще нормальная такие фотки выставлять? Пишут люди в комментариях. Ты сколько там выпила? Когда-нибудь одетая бываешь? Поперла, снова ее. Видно, болит еще. Бомбит Ольгу. Женщина, будьте мудрее. Кому что вы пытаетесь доказать? Пишут люди под фотографией Бузовской кормилицы. Друзья, еще раз повторюсь. Речь не о ней. Речь о том, что происходит с нашей молодежью. Речь о том, как они влияют, имея 23 миллиона 300 тысяч. Хорошо, скажем правильно. Половина нагрузки. 10 миллионов подростков. 10 миллионов. Это разве мало? Они видят и слышат, что она говорит. И она наставник. Это ужасно. Пока это не прекратится, ни о чем говорить нельзя, я считаю. Ни о каком. Оздоровлении молодежи. А если мы не будем заниматься оздоровлением, мы уже получили не завтра наше, а наше сегодня. Наше сегодня, которое стреляет. Дети убивают детей и становятся героями для них. Фан-клубы Ильна Заголевеева. Фан-клубы ему начали открывать. Вдумайтесь в это, вдумайтесь. На секундочку вдумайтесь. Друзья, подписывайтесь на канал. С вами был Будда Гришна. Вчера был тестовый прямой эфир в Инстаграм. Хорошо посидели. Кому интересно, подписывайтесь на Инстаграм. Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка. Или на русском, если будете набирать. Будда Гришна, три российских флага рядом. Это мой ник, название, по названию канала. Подписывайтесь, будем болтать. И обсуждать серьезные, важные темы. Все, друзья. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. А берегите своих детей. Берегите своих детей. В это самое, что называется, мне кажется, неспокойное время. Всем пока. До встречи.